В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте, коротко о главном. Против своих, бывшего главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу, могут посадить за госизмену. Горные пейзажи на мегаполис. Из-за тока сельской молодежи в города в Дагестане ощущается нехватка чабанов и доярок. О чем еще говорили на пресс-конференции главы Минсельхоза, смотрите в выпуске. Задай свой вопрос Меликову. 29 ноября глава Дагестана ответит на вопросы жителей республики в прямом эфире. Семья – дело тонкое. 113 пар создано в Центре создания семьи «Уют», о его сотрудниках и подопечных – сюжет наших корреспондентов. 700 аварий и около 150 погибших. И это данные статистики по Дагестану только за прошедшие полгода. В целях предупреждения ДТП с 20 по 29 ноября региональное управление ГИБДД проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Осторожный пешеход». Дорожные полицейские проверяют проезжающие автомобили, ведут разъяснительные беседы как с водителями, так и с пешеходами. Основная цель акции – еще раз напомнить участникам дорожного движения о важности соблюдения правил безопасности. Бывшего главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмада Ахмедова могут посадить за госизмену. Об этом сообщают сразу несколько федеральных и региональных ресурсов. Известно, что спортсмен воевал на стороне ВСУ и даже принимал участие в обороне Бахмута. Ахмедов живет на Украине с 2017 года и является президентом одной из местных федераций единоборств. На экс-наставника дагестанских кикбоксеров возбуждено дело по статье «Государственная измена». Российское законодательство предусматривает в таких случаях пожизненный срок лишения свободы. Премьер Дагестана осмотрел готовящийся к открытию поликлиники в Махачкале. Объекты возведены в рамках госпрограммы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Модульные медицинские учреждения построены в поселке Ленинкент и микрорайоне Сепараторный. Рассчитаны они на 250 посещений в каждую смену. Готовность объектов почти стопроцентная. Остались лишь работы по благоустройству территорий. В Дагестане не хватает чабанов и доярок из-за оттока молодежи в крупные мегаполисы. И это несмотря на то, что в некоторых хозяйствах их оплата труда выросла до 50-60 тысяч рублей. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил министр сельского хозяйства республики Мухтар Бия Джеков. Проблему с кадрами он затронул во время обсуждения перегона овец на зимние пастбища с горных территорий на равнину в Кизлярске, Ногайске, Тарумовске и Бабаюртовске районы. По словам главы Минсельхоза, из 1 миллиона 400 тысяч поголовья уже перемещено 1 миллион 200 тысяч овец. Из них около 300 тысяч на автотранспорте. Весь процесс завершится в течение двух недель. Министр также прокомментировал случай в Бабаюртовском районе, где в прошлом месяце под колесами железнодорожного состава погибли более 100 животных. В этой ситуации мы считаем, что это беспечность непосредственно Чабана. К сожалению, там недалеко был подземный переход, где он мог перегнать, но он решил, наверное, чуть сэкономить время и решил перегнать это. Наверное, не отследил. И, к сожалению, вот такая трагедия случилась. Мы сейчас как раз по этому поводу, уже как у наших животноводов, сейчас определенно уже поставили известно, чтобы вот таких четко понимать, как перегонять, в какой форме это все. Это работа с управлением отгонного животного сопроведена. Надеемся, что больше таких инцидентов не будет. До прямой линии главы Дагестана осталась всего неделя. Сергей Меликов ответит на вопросы жителей республики в эфире республиканских телеканалов 29 ноября. По официальной информации, в региональный ЦУР уже поступило более 600 обращений от дагестанцев. А какие же проблемы больше всего волнуют махачкалинцев и какой бы вопрос они задали Меликову, узнавали наши корреспонденты. Пусть порядок не ведет в городе, да, света нет, воды не бывает. Это по какому адресу? Это в Казбеково. Когда будет наведен порядок по электричеству. Вот там на Ленина наш двор привезли, ворота убрали. Двор был закрытый, такой хороший. Мы скидывали деньги и закрывали этот двор воротами. Приехали, сейчас снесли ворота и началось и наркоманы, и бомжи, и машины все у нас в этом дворе. И дети нормально, свободно, детей не можем отпустить. Вот такой вопрос, почему вот когда благоустраивают жители дома свой двор, почему вот такое вот творится? Это многоквартирный дом по адресу? Да. Ленина 66, Гамзатова 66. Во время дождей у нас вообще практически не работают ливневки. И город, получается, превращается в море, даже в океан, нужно сказать вот так. Можно решить эту проблему. У кого газа нет, у кого давление слабое, свет ли там часто отключают, сейчас-то более-менее уже со светом. Ну, в Карамане, допустим, Караман-2, там низкое давление газа, сейчас мы просто решаем. И свет, напряжение тоже низкое, 120-130 вольт иногда. Так что, такие вопросы есть уже. Напомним, что обращение в адрес руководителя региона можно направить заранее и любым удобным способом. Через портал вопросмеликову.ру, через телеграм-бот вопросмеликову.бот, на странице главы Дагестана ВКонтакте и дозвонившись по номеру 98 90 81. Одинокие люди желают не просто познакомиться. В Центр создания семьи «Уют» обращаются для того, чтобы создать семью. Все очень серьезно, по нормам шариата. Наедине будущую пару не оставляют общений и встречи только под присмотром сотрудника Центра. Телефонами тоже не обмениваются, но проверку на пригодность для создания семьи проходит каждый. О сотрудниках и подопечных Центра Айша Тухаева. А так, макету запишите, все конфиденциально, все безопасно. Молодой психолог, уже публикующий под своим авторством книги о правилах создания семьи, каждый день принимает в Центре уют супругов, которые хотят сохранить брак, и одиноких людей, которые хотят в брак вступить. Людей с первого раза невозможно прочитать, какой он человек будет, он может показать какое-то хорошее впечатление. Дальше мы, когда с ним работаем, связываемся с ними, беседуем, предлагаем кому-то, смотрим, как он реагирует. Когда, допустим, я говорю, вот такая-то девушка есть, он говорит, а не, она не такая. Мы же номера тоже не даем. Вот люди пришли, мы сказали, если даже у вас встреча произошла, мы не будем давать номера. Если вы номером обменяетесь где-то на улице, мы с вами работать тоже не будем. Мы вас как бы в черный список заносим и так далее. Почему такое условие? Потому что, когда люди обмениваются, до брака начинается общение, а мы же знаем, до брака это актерство и так далее. Игра на хорошего человека, на принца, на принцессу и так далее. 113 семейных пар создано за несколько лет напряженного труда сотрудников центра. Руководитель центра Резван Резванов для подопечных стал другом. Махди Махдиев работает в центральной джума-мечети. К Резвану на чашечку чая заходит с большим удовольствием. Пять лет назад здесь создалась семья Махди. Он и его будущая жена – первая пара, которая встретилась в центре «Уют». Интервью Махди дает не в первый раз. Отвечает всегда сдержанно. Главное его намерение – призвать одиноких людей не бояться обращаться в центр. У вас создалась счастливая семья? Алхамдуллах, шукру. Я доволен, алхамдуллах. Все хорошо. Некоторые трудности бывают, но это мы, иншалла, преодолем. Мы работаем с понедельника по пятницу с 9 до 5 часов, а в субботу и воскресенье у нас выходные, а с 12 до часу – обеденный перерыв. Вам нужно просто всего лишь прийти к нам, ничего больше от вас не требуется. В день сюда поступает больше десятка звонков, на которые Марьям Абдулаева, сотрудница центра «Уют», всегда отвечает со всей свойственной ей теплотой. Сотрудников здесь подбирают самых душевных – тех, кто сможет расположить к доверию в разговоре. У нас в основном приходят люди, конечно же, с проблемами, естественно, разведенные, вдовцы, вдовы. И они больше и больше даже, чем создать семью, как я поняла, они больше хотят внимания, понимания, чтобы мы их понимали. И мы с ними проводим беседу и даем им свою любовь, искреннюю любовь, что мы их любим ради Создателя, ради Всевышнего Аллаха. И это они, конечно же, тоже чувствуют и входят в доверие к нам. И так у нас идет процесс. По статистике, больше ребят. Сейчас в картотеке центра «Уют» 2000 мужских анкет и около 300 анкет женских. Женщины не решаются обратиться, а мужчины ведут себя смелее. Самому возрастному жениху 90 лет. И в этом возрасте в центре «Уют» помогут создать семью, ведь они подходят к делу со всей любовью. К слову, приступая к работе с анкетами, сотрудница делает дуа, прося Всевышнего помочь в создании семьи. Айша Тухаева, Шамиль Хиресулаев, Дауд Гасанов. Новости ННТ. Махачкала. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok